Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 27 июня и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Слабые результаты испанского аукциона и рост стоимости кредитования испанских долговых облигаций оказывали в течение дня давление на евро-доллар, поддержав падение пары к минимальному уровню 1.2442. Тем не менее, в ходе торгов были и позитивные события, удержавшие пару от значительного снижения. Вчера президент Евросоюза Ван Ромпей, глава Европейского центрального банка Марио Драги, председатель Еврокомиссии Борозу, а также глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер предложили радикальный план, согласно которому еврозона станет полноценной политической федерацией, имеющей банковский, финансовый, экономический и политические союзы. Текст этого предложения содержал призыв к расширению полномочий Европейского банка, а также к расширению банковского союза за пределы еврозоны, включая и страны, не входящие в состав ЕС. В итоге пара смогла восстановить большую часть утерянных позиций и вернулась к уровням дневного открытия в район 1,25. В нашем прогнозе на среду предполагаем разворот пары на восходящую коррекцию и подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,2510, 1,2554 и 1,2585. В ходе торгов возможен коррекционный откат пары к уровню дневного разворота 1,2488, а от него к нижней границе Боллинджера 1,2470. Далее ожидаем возобновления подъема к вышеназванному уровню. Британский фунт на вчерашних торгах, в отличие от единой европейской валюты, продемонстрировал совершенно иное поведение. После выступления главы Банка Англии Мервина Кинга, а также членов управляющего совета Спенсера Дэйла, Дэвида Майлза и Бена Бродбента, заявивших о необходимости дополнительного стимулирования национальной экономики, фунт доллар взлетел к новым максимумам, несмотря даже на малоприятные данные по росту дефицита бюджетного финансирования. Обычно такие показатели вызывали волну распродаж британской валюты, однако в текущей ситуации намерение поддержать слабейшую британскую экономику оказало сильное влияние на покупателей. Пара рванула вверх и протестировала уровень 1,5650. Последовавшая вслед за этим попытка продавцов развернуть новые продажи на откате от предыдущего снижения успеха не имела. Пара вновь была выкуплена и от уровня 1,5576 вернулась в зону дневных максимумов, завершив торговлю на уровне 1,5645. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем тестирование парой фунт-доллар уровня дневного разворота 1,5618, а затем возобновление подъема курса британской валюты к целевым уровням 1,5645, 1,5670 и 1,5708. Во вторник 26 июня золото вновь упало в цене, поскольку инвесторы предпочли использовать в качестве защитного актива доллар США. Сильные американские показатели по ценам на жилье и данные по значительному увеличению объема продаж в сфере недвижимости склонили покупателей к выбору американской валюты. В результате августовское золото упало в цене на 12 долларов, зафиксировав минимум на отметке 1575 долларов за унцию. Июльские фьючерсы на поставку серебра также подешевели, откатившись от предыдущего подъема на 75 центов до отметки 26 долларов 80 центов за унцию. Таким образом, по итогам торгов в Нью-Йорке цена дневного закрытия по золоту составляла 1572 доллара 48 центов, а по серебру 27 долларов 9 центов за тройскую унцию. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на среду. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для золота сегодня является уровень 1576 долларов, пробой которого сделает возможным продолжение подъема в направлении 1610 и 1628 долларов за тройскую унцию. Ближайший уровень поддержки металла располагается на отметке 1558 долларов. Если эта зона будет пройдена, возможно снижение к целевым уровням 1531 и 1521 доллар за тройскую унцию. Ближайшим сопротивлением для серебра сейчас является уровень 28 долларов 20 центов. Если он будет пробит, подъем металла продолжится далее к целевым уровням 28 долларов 20 центов и 28 долларов 62 цента за унцию. Уровень поддержки находится на отметке 26 долларов 30 центов за унцию. Если котировки преодолеют этот уровень, откроется путь к следующей цели 25 долларов 75 центов за тройскую унцию. В экономическом календаре среды Великобритания представит показатели розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников, а также объем ипотечного кредитования для покупки жилья. Германия опубликует индекс импортных цен и предварительный индекс потребительских цен за июнь месяц. А в блоке американской статистики будут опубликованы данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья за май месяц, динамика заказов на товары длительного пользования, индекс ипотечного кредитования, а также объемы запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов от Министерства энергетики США. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от Maxiforex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.